Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Если вы случайно на это видео попали, я сижу в шапке и в шарфе, потому что я только что приехала из Панду и вот-вот буду выходить, выезжать, и у меня нет времени привести свою прекрасную прическу в прекрасное состояние. Поэтому сегодня вот такое видео. А речь пойдет о Черной Пятнице. О Черной Пятнице, которая для меня прошла, наверное, уже второй год совершенно бесследно. Но, признаюсь, еще в прошлом году что-то, что-то я себе купила на очень хороших скидках и была этому очень-очень рада. Но в этом году я вообще забыла, что такое Черная Пятница, когда она должна быть. И помните то видео, где я рассказывала, потом делала эксперимент по тому видео, которое у меня, в общем-то, сложилось, не получилось. Я рассказывала, что люди отказывали мне в съемке. Тогда я не упомянула, и на самом деле в момент съемки, это был влог, я не сразу поняла, что я нахожусь в Паду и в Черную Пятницу. Уже потом, когда мы с мужем встретились, он припарковал машину, я ему рассказала свою душесчипательную историю, что мне не просто отказывают, а та манера, в которой мне отказывают, меня очень-очень расстраивает. Мы пошли дальше, в определенный момент мы увидели огромное количество людей на улицах, что я даже спросила, слушай, сегодня какой-то праздник. А когда праздник в Италии, дети заканчивают обычно, имеют короткий день и заканчивают раньше, допустим, не в 3.30, как, допустим, Данечку я должна забирать, а в 12.30. И я попросила его зайти на сайт обеих школ, где у нас младшие дети, которых нужно забирать, чтобы он уточнил, а не короткий ли день, потому что было ощущение воскресенья, хотя это была пятница, это была черная пятница. Так вот, я частично связала даже отказы сфотографироваться, попозировать, хотя это занимает действительно 3 секунды, очень многие знают, я вставляю вставочки 4 секунды, не больше, я фотографирую людей, ну, возможно, еще каких-нибудь 10 секунд занимает диалог. Я поняла, что действительно я беспокоила людей, они, видимо, куда-то торопились. И потом я поняла, куда они торопились. Они торопились в магазины. Но вы знаете, что поразило меня больше всего? Даже не ощущение муравейника, потому что вот эти все магазины уже достаточно пасмурно, достаточно темно, это был не солнечный день, то есть в магазинах искусственное освещение, ты очень хорошо видишь людей внутри магазинов, когда ты находишься сама на улице, вот это ощущение муравейника, все что-то перебирают, куда-то идут, зачем-то выходят, вот прям такие движения в этих магазинах. А когда ты наблюдаешь за этим издалека, вот прям такие ощущения муравейника, маленькие-маленькие ячейки магазинов, маленькие-маленькие ячейки муравейника. В каждой ячейке вот такое движение по кругу. Так вот, больше всего меня поразило не это, а меня поразили лица людей. В тот момент, когда мы якобы и по простой логике вещей должны радоваться тому, что мы вау, сегодня приобретем то, что мы хотим приобрести с 30% скидкой, с 20% скидкой, с 50% скидкой, людей не радовало, людей озадачивало. У всех у них были озадаченные лица, ни одной улыбки на лица. Кстати, была зрительница, я очень хорошо помню, которая написала, Яна, не расстраивайтесь, сегодня все какие-то нерадостные на улице. Да, это действительно так, вот все были нерадостные, все были озадачены шопингом. Шопингом по меньшей цене, по меньшей стоимости в этот день люди могли, точнее за меньшую стоимость в этот день люди могли приобрести вещи, но это их не радовало. И вот черная пятница, на мой взгляд, это лакмусовая бумажка нашего с вами потребления. Я часто говорю, что мы находимся в западном круге, я сама находилась, возможно до сих пор нахожу, просто круг несколько расширился, то есть я теперь медленно по кругу западного потребления все-таки двигаюсь, потому что раньше мне казалось, что этот круг, он очень-очень узкий, ты бежишь, ускоряешься, ускоряешься и встречаешь все больше и больше людей, таких же, как и ты, они бегут позади тебя, перед тобой. Но это западный круг потребления, который раньше представлялся мне почему-то очень и очень узким. Так вот как раз таки парадокс такого потребления заключается в том, что мы в определенный момент не получаем радости от нашего потребления, от наших покупок, тем более от покупок за меньшую стоимость. Вот этим и отличаюсь я, например, когда говорю, что я минималист и покупаю себе вот какую-то там по счету сумку, а возможно какую-то там по счету пальто и так далее, я совершенно точно отличаюсь, я помню свое состояние раньше. Я купила пальто, мне кажется, ну зачем я его купила, оно возможно лишнее, оно вот возможно уже что-то подобное есть, а купила-то я, наверное, скорее всего, потому что я боюсь похожее не встретить. Оно на 100% меня не устраивает, это пальто, ну воротник какой-то не такой, возможно пояс мне бы хотелось другой, но я боюсь вот вдруг такое я больше не встречу, потому что мы, современное поколение потребителей, потому что мы, современное поколение потребителей, мы выращены на самом деле с мыслью, она для нас нормальная и привычна, что возможно завтра я не встречу вещь такую же хорошую по такой же цене. Хотя как раз таки осознание того, что можно из этого круга потребления выйти и дает тебе ощущение, что завтра вещи будут лучше, их будет больше и они будут за лучшую стоимость, потому что да, мы находимся в стадии абсолютного перепроизводства и перепотребления. Теперь вот действительно как никогда можно выбирать и можно прямо-таки прекрасно рассчитывать на меньшую стоимость, потому что скорее всего завтра так и будет, и выбор будет лучше и больше, и цена будет более приемлема для нас. Так вот раньше, когда я покупала, повторюсь, меня сопровождало также и чувство вины за то, что я вроде купила, но не совсем то, что хотела, а денежки все-таки потратила. И вот это свойственно современному потреблению. Люди не умеют радоваться тому, что должно приносить радость, а именно покупка той вещи, которая тебе нужна, которая тебя радует, которая тебе нравится. Наоборот, потребление приносит некий стресс. И этот стресс в Черную пятницу, как бы странно это ни было, повторюсь, в день, когда все должны радоваться. При этом очередей нет в магазинах, то есть во все магазины можно было зайти спокойно, и, наверное, даже не было и проблем с размерами. Все можно было купить совершенно свободно. Так вот в тот день, когда у всех должна быть радость и ликование на лице за то, что за свои же денежки мы сегодня, что называется, то, что не потратим, можно считать, что мы заработали. Вот эти 30% скидки – это то, что останется в нашем кармане, можно считать, что мы это заработали и так далее, и так далее. Нет. У большинства людей это вызывало, вот эта Черная пятница, эта ситуация вся вызывала некую грусть и некую озабоченность на лице. Поэтому с радостью, дорогие мои зрители, могу сказать и с легким сердцем, на самом деле, что вот эта Черная пятница с этими супер скидками прошла для меня вот просто незаметно. Я ничего совершенно не купила, кроме, возможно, что-то я купила для детей. Да, я даже, по-моему, об этом рассказывала, что я купила для детей спортивную одежду. На нее была тоже скидка, не супер какая-то скидка. Ее можно получить в какие-то рождественские распродажи, но поскольку рождественские распродажи наступают после Нового года, подарки мы дарим на Рождество до Нового года здесь, в Европе. Соответственно, я и купила Данечке, а также Егору шорты и футболки с какой-то скидкой. Дорогие зрители, я могу вам сказать, что я очень люблю красивую одежду. Вот как я ее люблю, я передать вам не могу. Я люблю людей, которые хорошо и красиво одеты. Обувь тоже я люблю, хотя она достаточно равнодушна по обуви, но все-таки она вызывает некий трепет в моем потребительском сердце. Могу сказать, что я обнаружила у красивой одежды, а также у красивой обуви, один существенный недостаток. И предлагаю всем вам, дорогие зрители, на этом недостатке фокусироваться. Каждый раз, когда вы хотите себе что-то купить, задумывайтесь. И, возможно, вопросы, а нужно ли мне это, а есть ли у меня подобная уже вещь в гардеробе, потому что речь идет об одежде. А, возможно, эта мысль, она, скажем так, вас не отрезляет. Я поняла очень простую истину, что у красивой одежды, так же, как у красивой обуви, есть один существенный недостаток. В определенный момент этой одежды становится слишком много, и обуви слишком много, и ее просто-напросто некуда складывать. Подумайте о том, что сегодня, покупая платье, которое, возможно, на 100% вас не удовлетворяет, сидит не очень хорошо, ткань, возможно, состав не тот, как вам бы хотелось. Покупая это платье сегодня, вы лишаете себя возможности завтра, скорее всего, встретив что-то подобное, но лучшего качества, за меньшую стоимость, купить и порадоваться лучшему качеству, меньшей стоимости, и также обладанию все-таки вещей, которая больше удовлетворяет вашим запросам. Современный человек, я думаю, должен осознать, что покупая здесь и сейчас, он просто-напросто лишает себя радости купить завтра по лучшей стоимости, лучшего качества вещь, которая больше ему подходит. Потому что, повторюсь, ассортимент, несмотря на перепроизводство, увеличивается до сих пор, цены падают, и качество все-таки растет. На определенный сегмент совершенно точно, потому что иначе вообще ничего продаваться не будет. Но и также, как я сказала, видео про расслабление. Эта мысль, которую я прямо-таки спонтанно, что называется, озвучила, она мне очень понравилась. Дорогие зрители, у меня все-таки в основном женский канал и в основном женская аудитория, простить себя за излишнее потребление рано или поздно придется, если мы хотим меньше покупать, если мы хотим пользоваться меньшим количеством услуг. Те, кто не смогут себя простить, всегда будут оправдывать свое потребление. Они могут уйти в шикарный минимализм прекрасно, точнее, с чистой совестью полагая, что да, теперь они все-таки больше минималистов, потому что покупают одну вещь вместо десяти. Одну вещь более качественную, возможно, более дорогую, вместо десяти менее качественных и менее дорогих. Поэтому очень важно признать, что излишнее потребление было, оно имело место, и очень важно себя за это простить. Признать и простить, как говорит герой известной гимналистической программы. И если это произойдет, то, скорее всего, ваши шаги в сторону минимализма приведут вас быстрее к этому минимализму. Потому что чем дольше мы будем покрывать нашу собственную вину, чувство неудовлетворенности, чувство стресса от ненужных покупок, не всегда это может быть одежда. Я скоро запишу видео, почему я считаю, что минимализм, концепция минимализма, это философия, рассчитанная в большинстве своем исключительно на женщин. Просто потому, забегая вперед, скажу здесь и сейчас, что мы, женщины, являемся потребителями по всем фронтам. Мы потребляем для себя, покупаем для себя, для наших детей, для нашей семьи, для нашего мужа, скорее всего. И вообще, чтобы сделать мир лучше, мы тоже покупаем. На этом с вами прощаюсь. Делайте выводы, решайте сами, иметь или не иметь. И если иметь, пусть это приносит нам всем радость, на всем потребителям радость. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.